так друзья всем добрый вечер добрый день кто меня видит слышит знает вот я решил продолжать свои записи несмотря на то что был некий перерыв это связано с летом это связано с тем что многие были в отпусках я включался время от времени в августе и в июле вот и теперь я планирую продолжать серию своих записей потому что потому что понимаю что это делать необходимо это делать нужно потому что телевидение в украине смотреть нельзя это сплошной ужас поэтому я бы хотел поговорить о политике то есть ситуации которая сейчас происходит в украине вашингтоне и вообще ответить на все ваши вопросы поэтому сегодня у нас первый такой неформальный эфир и далее я буду включаться более регулярно более часто как всегда по воскресеньям у нас будет такой жесткий информационный поток а здесь у нас будет более ответы на вопросы вот я как всегда начинаю со своего вступления то что происходит в стране куда все движется какая позиция будет соединенных штатов что меняется вот и как чем сердце успокоится как там правильно вот поэтому давайте насобираем пускай там нас будет 50 человек и я готов в принципе ну первое многие спрашивают мне в личку постоянно пишут и американцы тоже обращаются по поводу того что такое что произошло с захарченко когда его ликвидировали 31 числа мы это знаем ну последнее что я верю это в то что в этом были да всем добрый вечер в последнее что я проверю это в то что захарченко ликвидировали украинские спецслужбы ну а мы все видели этого это видео этот ролик который распространили сразу через несколько часов то есть понятно что здесь есть много прямых и косвенных доказательств того что украинские спецслужбы ну вряд ли они были к этому причастны первое первое потому что якобы эти киллеры которые заложили бомбу они зашли в ресторан этот сепар и вкрутили эту люстру эту бомбу в люстру то что тоже маловероятно то есть да заходят люди им говорят ну что вы тут делать а мы хотим убить вашего главу республики днр поэтому мы решили тут в люстру вкрутить бомбу поэтому вы не против ну это первое второе то что их сразу задержали буквально через несколько там я не знаю через несколько часов это тоже странно тот человек который представился тимофеевым на видео и сказал там за полторы минуты что-то я убил захарченко меня завербовали спецслужбы украинские еще в феврале 15 года в апреле 16 года отдали указания по ликвидации главы днр это тоже когда не выглядит правдоподобно потому что человек выглядит абсолютным аматором мне кажется он очень испуган это какой-то обычный чувак которого наверное дернули непосредственно с с этих же с одной из республик и заставили говорить на камеру признаться во всем поэтому никакого фактажа там нет я думаю что скорее всего это была плановая уборка плановая уборка со стороны фсб потому что если в нормальных цивилизованных странах происходят выборы происходит там честный там процесс гонка избирателей и тому подобное то в фсб и в кремле особо не церемонятся поэтому они просто чистят тех людей которые либо уже не угодны кремлю либо могут стать не угодны под зачистку попадают абсолютно все мы видим что этот список длинный он расширяется все больше и больше постоянно там есть и гиви и моторолы и захарченко и там ну все уже и захарченко появился и и мозговой ну вот все вот эти лидеры которые так либо иначе набирали вес в республиках так либо иначе набирали какое-то влияние и могли каким-то образом диктовать свои условия диктовать свои правила игры все они закончили фактически вот так вот в кафе все а кто в кафе сеппор кто под колесами какого-то транспорта кого-то там на дороге есть тому подобное единственное что плотницкий он пока живой но наверное потом по той простой причине что он еще наверное кому-то нужен по данными по информации сми он дает показания в крестах это сезон номер один который находится в санкт-петербурге ну и конечно наверное ну жив он только благодаря благодаря тому наверное потому что у него достаточно информации ибо достаточно каких-то скажем так достаточно ну я бы не сказал что компромата достаточно неких неких данных которые нужны еще кремлю возможно у кремля еще не появилась замена в луганской народной республике и по только по этой простой причине плотницкий еще жив для того чтобы возможно его вернуть когда мне спрашивают почему жив плотницкий я отвечаю что он же наверно потому и почему жив янукович потому что наверное для чего-то они еще нужны и скорее всего каким-то образом возможно они хотят их и крем и хочет еще каким-то образом их внедрить в тело украины поэтому я не думаю что тут надо искать черную кошку единственное что у меня возникли а вопросы по поводу трапезникова которого назначили и исполняющим обязанности после смерти захарченко и исполняющим обязанности донецкой народной республики но я думаю что это связано лишь ну то что он был трапезников он был головой фан-клуба шахтера рината ахметова и якобы выходят такие слухи что вот донецк хотят сдать под обратно под юрисдикцию украины эти республики и якобы людей ахметовы уже начинают назначать но фактически а в этом возможно есть доля правды возможно в дальне в дальнесрочной перспективе кремль никогда не отрицал и и того что донецк донецк и мгландские народные республики это ну мы их не будем аннексировать это территория это украина и рано либо поздно эти территории должны каким-то вернуться ну конечно на правах автономии на правах минска поэтому единственное что исполняющего трапезников который близок к ахметову и естественно если он управлял клубом шахтер возможно фан клубом в рамках клуба шахтер возможно в этом есть некий подвох но мы видим что сначала были заявления от официальной стороны российская в том что теперь минские переговоры они будут аннулированы но то есть они как-то да обнулятся но уже потом после через уже на следующий день и лавров ай сначала это заявил спикер госдумы володин но затем лавров на следующий день подтвердил и потом его слова подтвердил песков то что минские договоренности не будут каким-то образом пересматриваться и то что россия из них выходить не будет поэтому резюмируя я думаю что смерть захарченко это просто обычная плановая чистка возможно вот назначение скажем так последователи ахметова ну хотя кто не работал на ахметова в то время когда он был главой этой вотчины то есть кто на него не работал я думаю что возможно это может быть какой-то скрытый месседж того что якобы в случае реинтеграции ахметов бойко и прочие скажем так выходцы из этого региона получит его на откуп то есть если украин если украина и зайдет на территорию донбасса если там и будут украинская армия если пойдет процесс ориентеграции то смотрящими там будут не российские скажем так ставленники которых там привезли из-за поребрика а смотрящими там как раз будут такие люди как вот как вот трапезников и тому подобное то есть люди близки к донецким украинским донецким элитам которые на самом деле и сегодня продолжают быть власти которые никуда не делись поэтому возможно будет еще такая стратегия но кардинально минские договоренности а я напомню что завтра исполняется уже четыре года 5 сентября исполняется четыре года спустя подписания минск 1 договоренности уже форму в нормандском формате и случилось это после трагедии в районе иловайска то есть потому что украинской власти пришлось идти ну пришлось идти на какие-то уступки пришлось подписывать документы для того чтобы фактически прекратить кровопролитие прекратить активные боевые действия на донбассе второй минске я напомню он был подписан в феврале 12 февраля 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 во время пятнадцатого года во время активных боев за донецкий аэропорт и боев за дебальцево и фактически минск 2 он был нарушен еще с начала в те часы его подписания и сейчас уже мы видим мемуары бывшего президента франции француза оланда там где он говорит что якобы путин там кричал на порошенко что он там разметет армию украинскую и тому подобное то есть говорил на повышенных тонах что естественно очень не свойственно российскому президенту потому что путина мы видим он редко психует он пытается вести себя сдержанно и то что он орал на порошенко ну лично у меня это вызывает сомнения либо это некий спектакль был либо это в оланд действительно чем-то преувеличил то что путин орал я не знаю я не было лично на этой встрече но я думаю что здесь как бы эмоции путина они преувеличены сомневаюсь что было так на самом деле но тем не менее я не думаю что россия до следующих президентских выборов и затем парламентских выборов будет каким-то образом пытаться подвинуть либо каким-то образом перестроить минский процесс потому что они это признают это единственный документ и то что двух человек которые были подписантов этого процесса как-то так случилось плотницкого задержали а захарченко нервы живых но это уже наверно вся режиссура кремля а точно не украинской стороны поэтому здесь не надо никаких домыслов я думаю что там захарченков можно будет найти еще большое количество и я не думаю что это каким-то образом переменит ситуацию вообще в зоне проведения оо с либо антитеррористической операции поэтому а здесь плановая чистка по поводу выборов единственное что ну как бы не то что меня удивило это то что сегодня пришла информация что украина не мая жодного политика и кому буквально доверялы украины громадян и украины ну действительно тут в одном списке тут политики соревнуются только в рейтингах меньшего недоверия и тут в одном списке турчинов минус 77 процентов по руби минус 77 процентов медведчук минус семьдесят четыре процента сакашвили минус семьдесят три процента и тому подобное то есть это говорит о том что в украине огромный кризис политика и вот довольно довольно хорошие рейтинги это еще у вакарчука минус двенадцать процентов о гриценко еще хорошо попал и и зеленский вот поэтому мы видим то что действительно украинское общество но требует обнуление элит украинское общество требует новые лица но эти лица никак не появляются и все все то что я вижу сегодня на украинском телевидении все то что я вижу сегодня даже ну на каких-то больших площадках и вижу что это все-таки пручание и всяческие задвижки и старой системы потому что старая система не очень не хочет уходить мы видим что те же телеканалы которые даже пользу которых есть какие-то более либо менее рейтинги они фактически это шарики в наперстках олигархов то есть мы видим то что news one сначала принадлежал одному человеку потом на него наехала администрация и он стал принадлежат там более лояльным людям к власти мы видим те то что 112 перешел под контроль структур медведчука мы видим то что во многом регионалы даже начинают на медийном рынке преуспевать и тому подобное многие из них не уходили так как ахметов контролирует самый один из самых крупных телеканалов пинчук остается в обойме порошенко конечно со своим пятым каналами и тому подобное поэтому в этой ситуации у меня единственный совет я думаю что вы многие из вас этому совету уже последовали последовали и последователи этого совета я думаю что просто вообще надо выбрать выбрасывать ящик надо игнорировать те телепередачи которые сегодня показаны показывают по зомбоящику и такой на самом деле цензуры которую я вижу сегодня на телевидении и вообще в украинских сми такой цензуры я еще не видел с 2013 года потому что по сути хотя тогда и была такая ситуация янукович безусловно там пытался авторитарно рулить но тогда была хотя бы какая-то конкуренция то есть сейчас на медиа рынке я не вижу даже никакой более-менее внятной конкуренции вижу одни и те же лица все играют в одну калитку и олигархи по сравнению с тринадцатым годом они и олигархи вообще просто богатые люди они просто боятся они боятся режима да не побоюсь сказать да они боятся порошенко не боятся его окружения они боятся поставить не на ту лошадку они до сих пор оглядываются на тот момент а что если порошенко его команда вновь выиграют выборы в девятнадцатом году и тому подобное поэтому уровень страха уровень страха потерять уровень страха в плане брать какие-то риски брать какие-то ответственности олигархов 2018-2013 годах это небо и земля то есть из-за того что олигархи боятся из-за того что редактора многих телеканалов в итоге просто прогибаются под обычного какого-то ходока от банковой мы видим такой фактически информационный вакуум когда людям реально нечего смотреть информационный продукт фактически отсутствует и те телеканалы которые еще есть которые более-менее дышат у них маленькие рейтинги у них низкие рейтинги аудитория которая смотрит их безусловно это образованные люди это люди как правило там 30 плюс с высшим образованием у некоторых два-три высших образования но они не составляют скажем так некой критической массы которая может повлиять они даже не они даже эта аудитория не охватывает тех трех пяти процентов населения украины гражданского общества как его называют которые могут сделать погоду в стране поэтому действительно информационное пространство но узурпировано говорить нечего и тот рейтинг который я вижу действительно правдоподобенно я напомню что украинская правда сегодня озвучила то что в украине немая политика какому доверял и жедного политика которому доверяют грамадьяны украины на самом деле ребята это катастрофа то что украине на я не знаю сколько в украине людей стало населения наверное remarkably в районе 40 миллионов нет ни одного политика которую мы доверяли бы украинцы это катастрофа Это кризис вообще жанра, это кризис политики украинской, это кризис политических институтов и тому подобное. Поэтому, конечно же, эта ситуация, ну то есть она с одной стороны печалит, но с другой стороны она дает огромные надежды для тех политиков, которые не такие медийные. В общем, одним словом, она дает огромную нишу для новых лиц, которых, безусловно, в Украине выросло очень много за последние, особенно, 4 года. Я считаю, что гражданское общество, о тех 3-5% граждан, о которых я сейчас говорю, оно выросло в Украине за ее пределами. Я считаю, что люди, которые выехали, они все равно остаются украинцами. За последние 4 года оно так выросло, как не выросло за последние, наверное, лет 100. Поэтому я думаю, что весь взор все равно надо обращать за теми людьми, которые будут делать, за теми представителями гражданского общества, которые будут делать политику в стране, которые будут определять политическую погоду. Это точно будет делать как раз вот эти активное меньшинство, а не телек, а не тот зомбоящик, а не те проплаченные электоральные, скажем так, социологические службы, которые рисуют рейтинги старым лицам, которые в политике уже, не знаю, 20 лет и больше. У меня лично, я еще раз говорю, у нас эфир сегодня неформальный, я в основном отвечаю на ваши вопросы, делюсь своими мыслями по поводу ситуации в Украине и к чему это все движется. Я думаю, что такая консервация, ну то есть сегодня нас в СМИ подводят к тому, что есть два варианта, есть Порошенко и Тимошенко. Украинская правда, которую я безусловно очень уважаю, в последние два года я вообще не понимаю, то есть Украинская правда, она не пишет, и так же сама, как и Левый берег, они подают очень однобокую информацию и фактически я очень много манипуляций замечаю в рамках, особенно в ленте новостей. Ну вот сегодня сейчас пишут, что вот у нас есть только два человека, это Порошенко и Тимошенко, это типа самые крутые ребята. Ну, во-первых, это лучшее, это лучшее из худшего, то, что есть, ну даже сложно назвать это лучше. Но, сейчас подождите, тут новость прошла. Губернатор Аризоны Даг Дуси призначит колышнего сенатора Джона Кайла на миссис Джона Маккина. Ну, это только что новость в Нью-Йорк Таймсе прошла. Да, я не знаю, кто такой Джон Кайл, если честно. Мне тяжело сказать, поэтому я не готов комментировать эту новость по поводу того, кто назначен на должность в кресло ныне ушедшего сенатора Маккина. Это тоже сенатор Аризоны, Джон Кайл. Ну, не знаю, пока ничего о нем не могу сказать. Так вот, продолжая вот этих вот манипуляций в СМИ, ну, то есть, опять же, я призываю всех выбросить телевизор, я призываю всех вообще не смотреть никакие телеканалы, потому что украинское медиапространство, оно узурпировано, его невозможно смотреть. И я призываю смотреть, либо вообще мониторить отдельных блогеров-экспертов, либо самому мыслить, либо, я не знаю, смотреть телеканалы только через призму вот тех блогеров-экспертов, либо своего критичного, либо своего, ну, скажем, своих наблюдений, своей аналитики и своего какого-то критического взгляда. Потому что, ну, все, телек, все в Украине. Ну, то есть, такого все не было еще в 13-м году, в 14-м году такого не было. Сейчас телек, телевидение в Украине сдохло, информационное пространство, вообще СМИ, независимые СМИ, они потихонечку уже тоже уходят. То есть, фактически идет некая мягкая узурпация олигархическими кланами и тому подобное. То, о чем, как бы, Янек мог только мечтать, то сегодня происходит в Украине, и, к сожалению, это так. А гражданское общество тоже не знает, что делать с этой ситуацией. То есть, гражданское общество уходит в андерграунд. Многие люди покидают страну. И сегодня опять Климкин сказал, что в код из Украины уезжает миллион украинцев. Ну, опять же, как бы, ну, вопрос к Климкину, да, и вопрос вообще к правительству Украины, вопрос к президенту, почему столько людей катастрофически не уезжают. А это даже не эмиграция, это эвакуация страны. И я до последнего уверен в том, что это эвакуация, когда некие там кулуарные вещи говорят, что в Украине должно остаться эффективно там, я не знаю, 15 либо 20 миллионов и тому подобное. Я думаю, что это плановое, некая плановая зачистка для того, чтобы молодые, умные, перспективные люди из Украины уехали. Поэтому для того, чтобы украинское население было глупое, для того, чтобы они не читали, для того, чтобы они смотрели зомбоящик, для того, чтобы они не мыслили критично, для того, чтобы у них не было критичного мышления и тому подобное. То есть на сегодняшний день в Украине я вижу плановое выдавливание пассионариев, плановое выдавливание активистов, плавное выдавливание тех людей, которые были на Майдане, тех людей, благодаря которым Украина выстояла в 2013-2014 году и до сих пор еще держится. Поэтому задача системы, насколько я понимаю, это оставить, скажем так, массу, оставить людей пенсионного возраста, оставить людей, которые будут зависеть от социального пакета и которые будут довольствоваться тем, что есть, и верить то, чему, что показывает зомбоящик. То есть на данный момент я вижу по всем статистикам, по всем показателям, я не думаю, что это случайность, и думаю, что это случайное совпадение. Я думаю, что это плановое выдавливание активной части населения. Для чего? Ну причины могут быть разные, во многом для того, возможно, чтобы сохранить власть, для того, чтобы не произошло новых Майданов, новых потрясений и тому подобное. Но, по сути, нынешняя власть таким образом делает огромную услугу Кремлю, потому что то, скажем так, тот подрыв украинской экономики, то втягивание еще больше в кабалу, та дезориентация в украинской армии, когда украинская армия, ну, фактически оттуда люди увольняются, опытные офицеры, сержанты, солдаты и высшее руководство возвращаются, то есть те люди, которые прятались от войны в 2014-2015 году, они приходят в генштаб, они получают звездочки, медальки, погоны и тому подобное, они вообще крутые ребята, там, герои и тому подобное, а другие люди, реальные ветераны, реальные атошники, они еле сводят концы с концами, они либо покидают страну, либо они, там, я не знаю, они пытаются выбить свои какие-то льготы, которые на самом деле являются не более чем, там, подачкой какой-то и тому подобное. Поэтому в этой ситуации власть действительно делает все возможное для того, чтобы, ну, во-первых, удержаться у руля, а во-вторых, просто чтобы не было пассионариев, остальных просто прогнуть либо скупить. И я делаю из этого выводы, что это выгодно Кремлю. Кремлю выгодно, чтобы Украина была без мозгов, Украина была выгодна, чтобы армия была дезорганизована, Украине должно быть, Кремлю выгодно, чтобы Украина была бедной, и Кремлю выгодно, чтобы все там более-менее средний класс в Украине вообще не существовало. Поэтому, чей план сейчас делает украинская власть, в основном, сознательно либо несознательно, я думаю, что это уже вопрос, как бы сказать, дискутируемый, но я думаю, что это и есть план сдачи Кремлю. Ну, это так, мне кажется, со стороны это выглядит именно так, потому что другого объяснения я как бы не вижу. То есть, если в страны, население страны теряет 1 миллион активных граждан каждый год, я думаю, что через 5 лет Украине не только не светят Европейские союзы, какая-то европейская интеграция, потому что все люди, которые хотели по паспортам биометрическим, они уже там туда интегрируются и тому подобное. Я думаю, что с таким успехом Украина просто, с действиями нынешней власти, Украина просто становится сырьевым придатком, взором влияния РФ. Другого не дано, ну все, точка. То есть, вот как ни крути, да, то есть, мне кто-то говорит, что Зарадофил, там, Парахабот, там, я не знаю, еще как угодно там. Ну, то есть, реально, если посмотреть по доходам населения, по экономике и тому подобное, то мы таким успехом можем просто стать сырьевым придатком. Ну, хорошо, не РФ, стран, там, третьего мира, там, я не знаю, там, Египта какого-то, либо, там, я не знаю, каких-то бедных стран. То есть, туда приезжать в Украину будут те люди, которые не нашли, там, даже не иммигранты, даже не сирийские беженцы, которые вряд ли приживутся в Украине, потому что уровень жизни настолько низкий, что, ну, дальше, ну, дальше некуда. Я не помню такого с 13-го, 14-го года и тому подобное. Поэтому ситуация, на самом деле, сложная и напряженная. Я не говорю, что все пропало, я не говорю, что надо опускать руки и тому подобное, но в фарватере нынешней власти, то есть, если сейчас действительно не менять кардинально все, если не менять ситуацию, если не переламывать его кардинально, то еще 3-4-5 лет, ну, Украина, ну, станет сырьевым придатком. Хорошо, не России, там, не Путина, не тому подобное, но где-то будет двигаться точно не в западном европейском направлении. То есть, мне кажется, это очевидно. Поэтому в этой ситуации нужно что-то менять. На фоне кризиса к политическим элитам, на фоне кризиса, которых элитами нельзя назвать, на фоне кризиса вообще демографического кризиса, в конце концов, экономического и тому подобное, нужно что-то менять. Что в этой ситуации вызывает, как бы, надежду? И я думаю, что, опять говорю, что у нас неформальный эфир, я высказываю свои мнения, и я думаю, что эти мнения более-менее близки к истине, потому что я фактически, ну, редко когда ошибался. Никогда не ошибался, сказал так, в своих прогнозах. Поэтому ситуация на сегодняшний день, она выглядит следующим образом. Потому что, с одной стороны, мы видим, что власть делает все возможное. Я опять же, я не знаю, сознательно это делалось, а либо нет, это еще надо доказать. Для того, чтобы Украина вернулась в фарватер, там, я не знаю, какого-то там, таежного союза и тому подобное. Потому что, действительно, экономика, демография, все тому подобное, мне кажется, что оно убивается. Коррупция, это все делается специально для того, чтобы Украина, ну, я не знаю, может, эти люди хотят просто заработать, а может, они вымышленно, умышленно уничтожают, скажем, самых активных граждан. Если не на фронте, то фактически выдавливают их экономически, что они должны бежать из страны. Поэтому в этой ситуации, конечно, система, она думает, что она укрепилась. Система думает, что альтернативы этой власти нет. И, по сути, сейчас, наверное, торги идут о том, чтобы фактически поменять в борделе кровати, да, то есть там Тимошенко, Порошенко, кто там еще из них будет и тому подобное. Но, по сути, ситуация как бы кардинально от этого не изменится. Но запрос общества настолько большой, и те люди, которые остаются в Украине, те люди, которые прошли АТО, те люди, которые прошли Майдан, те люди, которые заплатили и продолжают платить цену за украинскую независимость и за европейское и украинское будущее, этих людей настолько, скажем так, ну, я не понимаю, что их много, но фактически концентрация их в Украине присутствует. Те люди, которые принципиально не хотят уехать из Украины, либо которые принципиально будут даже где-то на заработках в Италии, в Америке, в Нидерландах, в Испании, да даже в той же России, где угодно они заработают. Они будут отдавать, отправлять, там, я не знаю, последние, там, ну, не последние заработанные деньги, но, тем не менее, будут поддерживать, скажем так, тех, кого они верят. И тех принципиальных людей, которые остались в Украине. Так вот, количество таких людей реально возросло в разы. И я бы сказал, что не столько количество, столько качества этих людей. Я расскажу, я пишу портрет этого человека в Украине. Эти люди, которые пошли в Майдан, эти люди, которые заплатили цену, это люди, которые отдавали последнее на АТО, эти люди, которые продолжают бороться, это эти люди, которые потеряли своих близких, родственников, эти люди, которые потеряли сами, там, часть своей, ну, отдали свое, фактически, здоровье, многие отдали жизнь за то, чтобы Украина была реально стабильная, процветающая европейская страна. Я думаю, что эти люди просто рано либо поздно, они дадут о себе знать. Вопрос в том, каким образом это проявится. То есть, на сегодняшний день есть огромный вакуум. И еще в 15-м году, в 16-м году, я надеялся, что в Украине появится некая политическая сила, которая сможет аккумулировать вот этих вот, скажем так, пассионариев, и это активное меньшинство, которое в Украине есть, качество которого улучшается с каждым днем. И даже если эти люди уехали за пределы Украины, они могут вернуться, в конце концов, в мир глобальный, либо помогать даже финансово, даже какими-то там другими рычагами, помогать из-за рубежа. То есть, этот запрос растет с каждым днем. Эти люди злые, эти люди требуют справедливости, эти люди требуют люстрации, расплаты и тому подобное, чтобы те, кто был до Майдана, после Майдана и тому подобное, те, кто в них стрелял на Майдане, чтобы они заплатили цену. В своих рассуждениях я всегда надеялся, что это движение, как в Украине часто бывает, ну, не часто бывает, но вот эта вот критическая масса, эти вот пассионарии, которые, безусловно, в Украине есть, эти 5% сформируются и создадут некую политическую силу, политическую партию. Я говорил, что это может быть республиканская партия, потому что Украина это республика, де юре, но де-факто это олигархия и тому подобное. Я с 2015 года топил за создание республиканской партии в Украине. Но мы видим на сегодняшний день, что украинцы, они могут организовываться только уже в какой-то критической... Ну, Грушевский сказал, что это 5 минут до расстрела. Я думаю, что нет. Я думаю, что украинцы могут организовываться во время неких потрясений. Поэтому я верю, что та критическая масса, те, скажем так, пассионари, которые есть в Украине и за ее пределами, они обязательно организуются, они обязательно выйдут на улицы, они выйдут на избирательные участки, они дадут о себе знать, потому что это недовольство и этот протест витает в облаках. Он витает в воздухе, он витает везде. Я не знаю, если вы находитесь в Украине, если вы там были недавно, вы не могли это не ощутить. Поэтому так либо иначе этот вакуум будет заполнен. Но в данной ситуации, мне кажется, что вакуум будет заполнен в неком хаотичном измерении. То есть я не думаю, что украинцы в 2019 году, либо даже сейчас украинские политики объединятся и выдвинут адекватного политика, одного адекватного политика. Я не думаю, что это произойдет. Я думаю, что такой человек, либо такие люди, либо такая партия появится на очередной волне потрясений. То, что потрясения неизбежны, для меня это очевидно. То есть в Украине, по сути, продолжается та же революционная ситуация, которая была еще в 2013-2014 году. Она никуда не делась. Верхи не могут, низы не хотят. Либо наоборот, оно сохраняется. Больше всего меня пугает тот факт, что сами политики, то есть не важно, опять же, кто это, Тимошенко, Порошенко, кто там из них, первую десятку назовите, они реально неадекватно оценивают ситуацию. Они не понимают, что нужно украинскому народу. Они не понимают, как оформить месседжи, свои политические месседжи, политические лозунги. И они не могут сделать ни шаг без своих пресловутых, дорогих политтехнологов. Либо то украинских, либо то американских. Ну вот посмотрите статью на Украинской правде, там, где Банкова, опять же, готовится к выборам. Конченый совок, то, что было при Януковиче, при Кучме, при Ющенко, и при других. То есть эти люди отказываются меняться. А если они не будут изменяться в настолько турбулентный исторический период, особенно тот турбулентный исторический период, который переживает Украина, потому что она находится на стыке цивилизации, скажем, европейской, западной и азиатской, то у них просто нет шансов. Поэтому я говорю, что те политики, которые сейчас прибегают, то есть практически люди, которые действуют по законам 20 века, у них нет никаких шансов. Это мой такой короткий вывод по поводу того политической ситуации, вот этого политического болота, которое есть. С другой стороны, гражданское общество, активисты, волонтеры, ну то есть гражданское общество, одним словом если назвать, они будут подпирать к изменениям. И тут есть два варианта. Либо гражданское общество в конце концов смогут как-то... Да нет, Татьяна, никого не купят, потому что историю купить нельзя, колесо историю купить нельзя, и остановить его нельзя, и вернуть вспять его нельзя. Нельзя все купить. Так думают у Порошенко, так думают у олигархи, что можно купить. Ничего нельзя купить, и ничто не может остановить идею, час которой настал. Никакие деньги, никакие офшоры, и никакие, я не знаю, никакие золотые унитазы. Янукович тоже мог всех купить. И что, чем это все закончилось. Вот, поэтому я уверен, что Украину ждет очень турбулентные времена. Украину ждет турбулентный период, и я думаю по своей турбулентности 19-й год ничем не будет отличаться, а может быть еще более жестким, чем 2014-й. Причины я уже назвал. Причина, потому что в Украине продолжает быть революционная ситуация. Причина, потому что внешние игроки не заинтересованы в нынешнем раскладе. И действительно, когда я критикую Порошенко, говорят, что это выгодно Кремлю, и Кремль критикует Порошенко. Кремль критикует... Я критикую Пороха как президента, который я за него лично голосовал, который не оправдал мои личные... Мои надежды и надежды других миллионов украинцев, и который вместо того, чтобы войти в историю, стал Украину просто грабить и уничтожать экономически, уничтожать демографически. И эта система фактически начала пожирать, скажем, украинскую государственность и двигать ее, я не знаю, но точно не в европейском направлении, то Кремль... И это мои личные политические, скажем, взгляды. То Кремль ненавидит вообще саму украинскость. То есть мы видим, что атаки идут не на пороха, да, там, что типа он плохой президент. Атаки Кремля, они сводятся к атакам на Украину как независимую страну, независимое государство, которое точно не является Россией, которое является полноценным европейской, полноценной европейской страной и, я думаю, в будущем частью Европейского Союза, полноценной европейской, скажем, европейским государством. Вот, поэтому, когда порохоботы говорят, что, а, вот ты критикуешь Порошенко и Кремль критикует Порошенко, так вот нет. Простите, я голосовал за пороха, я допустил самую, наверное, одну из самых больших ошибок, политических ошибок, когда я проголосовал за него. Я сейчас понимаю, ну, возможно, возможно, история оценит это еще как-то, по-другому, потому что, возможно, на тот 14-15 год Порошенко еще нужен был Украине. Сейчас, я думаю, что, ну, лучшее решение будет его, наверное, за всю его политическую, 20-летнюю политическую карьеру, это решение не баллотироваться в 2019 году. Это будет самое лучшее решение. Поэтому в этой ситуации, конечно же, и опять же, почему 2019 год будет настолько же, таким же турбулентным, как и 2014 год. Ну, я думаю, что первое обосновывается тем, что элиты нынешние, и этот опрос еще раз показывает, что украинцы не доверяют никому из политиков, из нынешних политиков. Поэтому есть огромный запрос, а законы рынка говорят, что если есть запрос, то должно появиться предложение. Поэтому я думаю, что это предложение будет идти вперемешку. Я думаю, что оно будет идти как через маргинальных, неких людей, которые там, шоу-бизнес, звезды и тому подобное, ну, скажем так, либо просто каких-то обычных проходимцев, которые будут баллотироваться. Но я думаю, что среди этих зерен также могут быть и плевела, которые нужно отделять. Там будут и нормальные люди. Я думаю, что к ним тоже нужно присматриваться. Я думаю, что предложение все-таки появится, но, скорее всего, оно появится в неком миксе. Это предложение нужно будет еще раз смотреть. И это предложение нужно будет, ну, само общество должно будет его взрастить. Я уверен, что в Украине появится действительно европейское, нормальное, ну, я называю республиканская политическая сила, потому что, ну, ее не может не появиться. В противном случае, многие говорят, что это болото, это застой еще на 5-10 лет, следующий Майдан и тому подобное. Я думаю, что те ощущения, которые я вижу по Украине, то, когда я общался в Украине и с разными людьми, я думаю, что если конструктивного не будет решения для, скажем так, для политического решения, в политическом законном виде, то в Украине не будет Майдана. В Украине будут Майданы, их будет много, они будут жесткие, они будут кровавые, и возможно, я не знаю, к чему это все приведет. То есть, это красная кнопка, и это тот хаотический сценарий, который больше всего не хотелось бы, чтобы он был реализован в Украине. Но, к сожалению, с другой стороны, я вижу, что и украинские прогрессивные политики, украинские общественные лидеры и тому подобное, они особо не шевелятся для того, чтобы предложить более-менее какие-то внятные, внятные, сделать какое-то предложение на рынке. Из тех малокалиберных партий, которым стоило бы доверять, сила людей, Демальянс, 5-10, там, я не знаю, там, еще многие партии, которые действительно в Украине есть, им не хватает политического благоразумия, я бы так сказал, для того, чтобы объединиться, выставить единого кандидата, либо провести какие-то общие праймарис, и выставить, действительно, пойти единым фронтом, единым движением, с едиными лицами, кандидатами и тому подобное. Поэтому, вопрос, как бы, к молодым лицам, те люди, которым там 30-40 лет, которые не могут сконсолиировать вопрос, тем политикам украинским, молодым политикам, поколению Майдана, которые не могут, консолидировать вокруг себя, скажем так, адекватных, адекватных, адекватные силы, которые в Украине есть. Поэтому, ситуация остается до сих пор неопределенной. Опять же, я на данный момент, я не верю ни одному из действующих кандидатов, там, первые пятерки, первые десятки, наверное, даже, которые есть по рейтингам. Не верю, и, в принципе, мое доверие, оно во многом сопоставимо с теми социологическими вопросами, которые опубликовала украинская правда. Поэтому, я думаю, что 2019 год будет турбулентным по многим причинам. И основная версия, которая, мне кажется, наиболее такой, наиболее такой, объяснимой, да, почему именно так все будет, потому что все недовольны. Гражданское общество, поколение Майдана, там, те люди, которые были на Майдане, те люди, которые воевали, воюют до сих пор, недовольны. Международные партнеры недовольны. Элиты, олигархи недовольны. Большинство населения недовольны. Россия недовольна и тому подобное. Поэтому, конечно, это недовольство, оно должно будет чем-то быть компенсировано. Ну, на сегодняшний день, я же еще раз повторю, что компенсации я вижу несколько. То есть, я вижу действительно появление некой политической силы, политической партии, лидера, которая бы могла, возможно, консолидировать это все. Либо же, либо же какой-то хаотический сценарий, который бы не хотелось допускать. Не хотелось бы допускать Майдана, не хотелось бы допускать какого-то вооруженного противостояния внутри страны, которое действительно будет же поддерживать, ну, не поддерживаться, а всячески там, а возможно даже и поддерживать той же Россией и теми же недругами Украины. Поэтому в этой ситуации, но сценарий болота для нынешней власти, для нынешних раскладов, те люди, которые сидят на потоках, те люди, которые находятся в власти, для них более всего выгодно сохранять вот эту консервированную ситуацию, сохранять такую консерву. То есть, молодые, активные, предпринимательные, пускай уезжают, те, кто создают рабочие места, реально выплатят, тоже пускай уезжают, за деньги МВФ, за деньги Мирового банка, делаем банановую республику, делаем фактически супер богатых людей, топ там 5%, либо сколько у нас там, 1%, и самых нищих, которых потом можно за выборы купить за гречку и за 200 гривен. Вот, и таким образом еще долгое время можем удержаться у власти. Людей, народ активный, более-менее, который остается, пугаем войной, Путин нападет, все вокруг агенты Кремля, ничего менять не надо, коней на прибылье не меняют и тому подобное, поэтому Порошенко должен остаться еще на один срок. В принципе, их логика тупая, примитивная, сформирована на то, чтобы законсервировать ситуацию в Украине, для того, чтобы в Украине ничего не изменилось. А, как известно, в природе нет стоячего положения, есть либо развитие, либо деградация, поэтому, таким образом, нынешние псевдоэлиты, они деградируют Украину до того уровня, когда в ней останется просто половина пенсионеров, а то и больше, и небольшое количество трудоспособного населения, которое будет выживать. Ну и, конечно, в этой ситуации умножено на внешнюю агрессию, можно будет всегда объяснить свои неудачи, коррупцию, отсутствие реформ, можно будет объяснить агрессией на Донбассе. Вот, в принципе, логика простая, поэтому выход есть, но я думаю, что нужно еще все-таки ждать какое-то время. То есть, я не думаю, что можно сделать какие-то выводы на сегодняшний день и сказать, за кого нужно голосовать. Я думаю, что развязка наступит ближе к февралю, и все карты станут ясны ближе к февралю, наверное, а может быть и уже марту непосредственно 2019 года, если, конечно, на банковой опять не надумывают играть в наперстки, опять не перенесут выборы или не постараются замутить какую-то схему для того, чтобы там перенести выборы на лето. Сейчас сумки такие ходят, что якобы каденция президента, она истекает в июне, потому что он присягнул в июне 2014 года. Вот, а поэтому летом, как правило, избиратель более расслаблен, многие уезжают, многие, скажем так, явка понижается и тому подобное можно будет махлевать. Вот, поэтому вопрос я остаю открытым, вопрос я остаю риторическим и я думаю, что не я один должен там из Вашингтона либо в Киеве копаться над тем, что вообще делать. Я, наверное, просто буду формировать смысл, я буду давать какие-то идеи и пускай украинские граждане, украинские избиратели сами примут для себя вывод, сами будут делать эти выводы, формировать вокруг себя, скажем так, адекватные тусовки, адекватные думающих людей сами будут думающими, сами будут образовываться, читать книги, мониторить разных экспертов, делать репост моего видео, за что я вам также особо очень сильно благодарен и сами делать правильный выбор и брать на себя ответственность. То есть, я думаю, что это единственный вариант, как Украину можно вытащить из той неблагоприятной ситуации, в которой она оказалась на сегодняшний день. Я верю в то, что украинцев это получится. Я верю в то, что украинцам есть особый такой, я называю такой фарт. Вот, Украине везет, действительно, это правда. Украине везет с людьми и даже я очень, я как историк, я очень хорошо и общаюсь в кулуарах и в Вашингтоне и, скажем, в других тусовках. и я вижу, что Украине, как стране, действительно, очень везет. И это везение, конечно, оно должно подкрепляться реальными действиями и, конечно, на везение постоянно рассчитывать нельзя. Но на сегодняшний день я уверен, что Украине повезет, чего и вам всем желаю. Поэтому подписывайтесь на видео. Я думаю, что в ближайшее время у меня получится создать свой YouTube канал. Я буду в YouTube больше видео записывать, потому что мне сказали, что там аудитория разная и там более шире аудитория. Поэтому я буду и там выступать. Сегодня у нас был такой неформальный эфир. Я обозначил такие ключевые, скажем так, свои мысли. Мы сверяем часы. Я обозначил свои мысли. Я, скажем так, ну, мы наметили некие такие, скажем, опорные точки, некие сценарии, которые могут происходить в Украине в ближайшее время. Ближайшие, а еще раз говорю, что ближайший год в Украине будет действительно решающим, сдаст ли страна тест на демократию и вообще, насколько страна, сможет ли она выстоять. Вот. Поэтому я буду чаще вас информировать, я буду делиться своими мыслями формально либо неформально. Вот. Вы мне тоже можете задавать вопросы, делайте репост этого видео, не смотрите, выбрасывайте ящик и не верьте никому из политиков. 99,9% украинских политиков продажные марионетки олигархов, у которого нет своего мнения, а у многих даже нет своих мозгов и нет своего какого-то даже мышления, потому что они говорят какими-то штампами, те, которые не ученые. Многие из них реально недалекие люди. К сожалению, у них есть власти деньги, но у них нет мозгов. А мне кажется, что это на базаре действительно нельзя купить, поэтому я бы на месте своих читателей то, что я делаю, я прислушиваюсь к тем людям, которых, возможно, у них нету власти пока, но у них есть, они любят свою страну, у них есть свое мнение, даже если это мнение разное, даже если оно не в тренде и тому подобное, но этот человек не боится это мнение озвучить. Поэтому присматривайтесь к таким людям и не дайте себя развести. Думайте, анализируйте и главное действуйте. Так, это мой девиз про жизнь, и именно так я действую. Спасибо большое, что смотрели. Я буду включаться по воскресеньям вечером, я думаю, в вечерний прайм-тайм. Мы выбьем телек, если мы делаем больше репостов, нас будет смотреть больше людей, нас будут, и я думаю, даже вот в этой среде, в среде Фейсбука, следующий политик, следующая партия, они не могут без Фейсбука, потому что все активные люди, все думающие люди, они висят и сидят в Фейсбуке и не смотрят телек. Поэтому этот человек, возможно, мы его уже знаем, возможно, мы его знаем, возможно, это группа людей, но им не обойтись без Фейсбука, не проплаченного бота-фермы, которые там трудятся на правах рекламы и на правах гонораров, а тех действительно настоящих людей, которых даже на просторах Фейсбука очень и очень много, поэтому советую их отслеживать. Спасибо большое, что смотрели, я буду стараться выходить чаще в эфир, мне нравится с вами общаться, я люблю свою аудиторию, я уважаю свою аудиторию, пытаюсь давать им какие-то свежие апгрейды, делиться своими первыми мыслями, которые приходят мне в голову, которые даже не знают американские, скажем так, ну, американцы не все понимают мои мысли, потому что для этого надо родиться и вырасти в Украине, но тем не менее, спасибо большое, что вы читаете, что делаете меня лучше, и то, что вместе с вами у меня получается учиться и развиваться, давайте так и продолжать в этом же духе, и тогда действительно все будет доброе. С вами был я, Николай Воробьев, директор Центра Исследования Восточной Европы в Вашингтоне, Моски и Вашингтон постоянно ваш. Максимальный репост, комментируйте, критикуйте, задавайте вопросы. Чао.